Включаю запись. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас гостя Василий Сергеевич Третьяков. Он представляет проект, который вы сейчас видите на экране. Эта презентация синхронно показывается через прессе всем желающим. Ну, а я больше не буду создавать эхо и выключаюсь с моего микрофона. Спасибо, Сергей. Добрый день, коллеги! Сначала хочу сказать слова благодарности Юрию Николаевичу и его коллегам по группе профессионалов ДО за инициацию этого обсуждения в очень подходящий, мне кажется, момент. Почему? Потому что сейчас идет самая активная фаза планирования. Мы некоторое время с вами назад обсуждали в формате встречи в ИРИ концепцию проекта. Сейчас мы можем обсуждать ее уже в части планирования реализации проекта, обсуждения каких-то деталей. Почему? Потому что не так давно, вы знаете об этом, был опубликован паспорт приоритетного проекта, у нас он тоже сегодня будет фигурировать. Он есть на сайте правительства, с ним можно ознакомиться. Он претерпел очень много обсуждений, наверное, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что сотни экспертов его посмотрели, выразили свое мнение. Ключевую роль сыграли, естественно, позиции Миноборнауки и позиции со стороны правительства и администрации президента. Сегодня мы имеем как бы важный первый результат. Сам проект утвержден. Сам проект, соответственно, фактически запущен. Самое важное, что мы можем быть уверены, что развитие современной цифровой образовательной среды это теперь приоритет нашей страны. Один из четырех проектов, которые будут, в принципе, запущены на ближайшие четыре года в сфере образования. Мне кажется, что для нас с вами, для каждого, это очень большое событие, на самом деле, потому что оно в первую очередь говорит о том, что электронное обучение, дистанционные технологии, онлайн-курсы, все то, о чем мы с вами так часто и так много говорим, признанно руководством страны как важная составляющая в жизни каждого человека в нашем обществе. Я сегодня, наверное, не буду, постараюсь, не построить все наше взаимодействие в формате монолога, я постараюсь говорить очень мало и очень быстро. Почему? Потому что мне, на самом деле, больше важна обратная связь, ваше мнение, ваш вклад содержательный в понимание того, как действительно сделать современную цифровую образовательную среду на уровне страны. Как сделать так, чтобы наше образование стало лидирующим в мире, по крайней мере, в той части, которая в наших силах, в части онлайн-обучения. Поэтому я сейчас очень кратко, я надеюсь, у вас всех работает либо ссылка, либо трансляция экрана, я очень кратко пройдусь по таких основополагающим элементам проекта, пытаюсь пояснить ту позицию, которую обсуждали мы и в прошлый раз вместе с вами, и те аспекты, которые появились в ходе утверждения паспорта проекта. Я должен сказать, что так или иначе, нам, ну вам это сегодня, сегодня самим, нам удалось отстоять концепцию близкую к тому, что мы, собственно, декларировали в самом начале, ту, которую одобрило сообщество экспертов ИРИ в свое время, ту, которую мы пытались сформулировать, наверное, на протяжении достаточно большого уже периода времени, и на самом деле, я должен сказать, что у нас еще есть с вами возможность сейчас влиять на развитие проекта, вносить в него какие-то коррективы, поэтому надеюсь на конструктивную позицию и благотворное обсуждение. Сейчас пытаюсь разобраться, на сколько работает наша трансляция, потому что с ней что-то не то случилось все-таки. она работает, но у меня она тоже в режиме неуправляемой трансляции. Сейчас секундочку, буквально мы это исправим. «Страна». 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 Я пытаюсь рассказать параллельно по крайней мере первые моменты. Первое очень важное составляющее, почему вообще берем за основу онлайн-курсов. Почему мы соответственно решили, как нас обычно упрекают в разных разговорах с университетами, заместить все то, что называется дистанционным обучением, электронным обучением в университетах на некую дискуссионную вещь, как массовый открытый онлайн-курс. И почему мы считаем, что именно они могут быть прорывным элементом в развитии и становлении электронного обучения. Все дело в том, что у онлайн-курса есть определенные аспекты, связанные с его возможностью использования контента одновременно в разных университетах. Онлайн-курс это целая среда, которая объединяет... Так, я понял, в чем проблема. Почему-то один из коллег перехватил на себя управление презентацией. Сейчас постараемся это исправить. секунду, извиняюсь, буквально три минутки. Все, отлично. Теперь у вас должна картинка меняться. Итак, соответственно, почему онлайн-курс мы рассматриваем как инструмент, развитие, ключевой инструмент в развитии онлайн-образования, электронного обучения в стране. Потому что, в отличие от других технологий, у онлайн-курсов есть возможность одновременного использования контента в разных университетах. И, создавая сегодня, соответственно, властью как некую среду обучения студентов, мы позволяем преподавателю работать с большим количеством обучающихся. Мы позволяем это делать без создания копий этого контента, без, соответственно, необходимости разделения сообщества обучающихся на сообщества каждого отдельно взятого университета. Почему это для нас важно? С одной стороны, есть такие немаловажные аспекты, как, например, возможность реализации независимого контроля, невозможность выдачи сертификатов от другого университета, которые дают дополнительную ценность этого курса для этого периода обучения даже для обучающегося. С другой стороны, на самом деле, появляется некий задел для того, чтобы развивать межуниверситетское взаимодействие, в том числе, подкрепляемое определенными вариантами совместного финансирования создания и поддержки этого контента. Без последнего, на самом деле, развиваться онлайн-обучение, мне кажется, быстро не будет. Если университеты не найдут сегодня механизмов совместного финансирования на создание контента, то источников для инвестиций в создание качественного контента мы с вами, как университет и разработчики, никогда не найдем. И с нашей точки зрения, вот этот вариант, когда курс одновременно используется для обучения тысяч студентов, это единственный путь, когда затраты на создание качественного контента начнут докупаться. Второй важный основополагающий элемент, все-таки, когда мы создаем качественный контент, когда мы вкладываемся в систему оценки результатов обучения, когда мы вкладываемся в интерактивную часть курса, когда мы вкладываемся в разные формы взаимодействия между обучающимися, логично, естественным образом это возникает желание сделать этот курс бесплатным, доступным и сделать так, чтобы каждый желающий мог его действительно освоить в любой момент времени и в случае если это его самостоятельное обучение, чтобы это обучение было бесплатно. Это желание опять же нас сталкивает в формат курсов открытых, массовых курсов и приближает нас к исходной точке именно к формату MOOC. Еще один важный элемент, все-таки мы считаем, что MOOC это действительно точка старта. Это технология, от которой можно сегодня оттолкнуться и двигаться в сторону более привычным на смешанном форматом обучения с использованием существующих LMS-систем, но двигаться именно без потери базовых ценностей, которые дает формат открытых курсов. То есть оставляя возможности для массового обучения, оставляя возможности для открытого бесплатного обучения, оставляя возможности для взаимодействия университетов, для виртуальной академической мобильности и так далее. Если мы примем это в качестве основы, давайте посмотрим, что нам удалось сделать в этой части. Это будет единственная часть моей презентации, в которой я буду говорить об открытом образовании как некой платформе. Обещаю больше этого сегодня, по крайней мере, не делать, если не будет соответствующих вопросов. Я вижу, что они появились. На самом деле моя презентация не про открытое образование. Почему? Потому что проект современного цифрообразовательной среды, он лишь в качестве опыта, в качестве отправной точки может использовать то, что было создано восьми университетами. Но посмотрим, от чего мы отталкиваемся. Юрий Николаевич всегда говорит, нужно проанализировать, что у нас получилось и что сделано. Я, конечно, не буду это обсуждать в деталях во всех. Мы сегодня с Юрием Ильичем провели ряд таких достаточно масштабных обсуждений с преподавателем только из Омска. И у нас это заняло практически весь день. Я думаю, что мы проговорили лишь какие-то жалкие проценты от всего, что наработано за последний год. Действительно требующие осмысления большой опыт. Но я проговорю такие принципиальные, важные, ключевые моменты. Первое, нам впервые удалось объединить действительно усилия восьми университетов. Немногие в это верят, но тем не менее платформа открытого образования это не проект профинансированный государством. Это проект, который профинансирован средствами университетов. Пусть это, конечно, отчасти в некоторых университетах средства действительно тех программ развития, которые были им выделены сверх субсидий традиционных на обучение студентов. Но для большинства университетов это действительно внебюджетные средства, которые они зарабатывают на рынке За счет своих образовательных и иных услуг. Для большинства университетов это те средства, которые они хотели и могли направить на другие совершенно цели. Тем не менее, они приняли решение самостоятельно, абсолютно без какого-то внешнего жесткого требования, на целях онлайн-обучения. И в этом смысле это все равно объединение ресурсов разных университетов с целью создания платформы, ее поддержки и создания курсов на ней. Второй момент, который нам удалось сделать, нам так или иначе удалось опробировать, реально опробировать, получить первые результаты целых трех схем освоения онлайн-курсов. Первая, она традиционная, это анонимный пользователь, который, в общем, лишь самостоятельно обучается и получает некое подтверждение результатов, которые не может никак формально использовать в сетях формального образования. Но две остальных схемы позволили нам интегрировать онлайн-курсы в систему формального образования. Первое – это реализация курсов как программ дополнительного образования, которые заканчиваются выдачей соответствующего документа в форме сертификата стороны университета, который реализует онлайн-курс. Для нас это программа дополнительного образования, реализуемая исключительно с применением электронного обучения, на основе которой после подтверждения личности с использованием технологии онлайн-проктеринга мы выдаем соответствующий документ, документ об освоении этой программы, который дальше университеты имеют право перезачитывать. Перезачитывать при освоении программ бакалавриата, программ магистратуры, если результаты обучения по курсу совпали с тем, которые предусмотрены в этой образовательной программе. И очень важно, что соответствующий вид документа появился и используется сегодня между университетами для осуществления соответствующих перезачетов. Но самым интересным был тот факт, что нам удалось создать серьезный задел по сетевому взаимодействию. Если совокупно взять 8 университетов и все их партнеры, то я думаю за последний год-полтора нам удалось между университетами заключить порядка 15 договоров сетевого взаимодействия. Небольшие цифры на самом деле, но в рамках некоторых договоров численность студентов доходила до 500 человек и больше. И это были примеры виртуальной академической мобильности с финансовыми расчетами между университетами, с совершенно нормальной сетевой формой реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения в части тех дисциплин, которые читались в других университетах. А университеты, соответственно, научились уже решать внутри себя все организационные вопросы, включая постановку зачетов и оценок в ведомости, включение их, соответственно, в последующем приложении к диплому и так далее. Есть, таким образом, первый опыт по интеграции онлайн-курсов в основные образовательные программы. Но опыт это чисто организационный. Самое сложное это формирование опыта по методологическим решениям того, как онлайн-курс должен быть использован в образовательном процессе. И сегодня мы, опять же, вот я уже говорил, на конференции обсуждали это с преподавателями, видели, как на самом деле непросто это делается в университетах. Поскольку мы делаем это и в своих университетах тоже, у нас такой опыт накопился, и он очень разносторонний, разнообразный. В большинстве случаев, честно, он позитивный, в каких-то моментах он бывает отрицательный. Но так или иначе, мы научились и студентам давать право выбора онлайн-курсов в качестве вариативной части образовательной программы. И ставить онлайн-курсы как основные дисциплины в образовательной программе, отправляя на них студентов с их согласия. Мы научились, соответственно, повышать вариативность образовательной программы за счет курсов других университетов. Мы научились строить определенные даже траектории обучения, ориентированные на конкретные наборы результатов обучения, соответствующие, например, потребностям наших работодателей или кого-то из обучающихся. И это действительно позволило, например, нашему райскому федеральному университету реализовать концепцию индивидуального обучения и непрерывного образования за счет возможностей, ну пока вот, восьми университетов, плюс нескольких курсов других платформ. Еще один важный элемент, который удалось действительно довести до конкретного решения, я знаю, что это не только мы сделали, это сделали и другие платформы, ряд университетов в разных форматах, в разных вариантах. Это идентификация личности при прохождении контрольных мероприятий без ограничений на местонахождение, соответственно, самого студента. Это так называемые услуги онлайн-проктеринга, сервис онлайн-проктеринга, который сегодня фактически стал доступен любому университету и с ним можно работать. Ну и самое важное, что не получилось сделать. Не получилось, а на самом деле пока достаточно многое. К чему-то мы просто не приступили, а что-то на самом деле стало проблемной точкой, требующей дальнейшего анализа возможных вариантов ее решения. Первое, наверное, самое сложное, и это займет у нас вместе с вами, со всеми, кто будет этим заниматься, наверное, еще лет 5 как минимум, это поиск оптимальных вариантов использования онлайн-курсов, опять же, в образовательном процессе. Это разные форматы смешанного обучения, это разные форматы интеграции с электронными средами университетов, это разные форматы, соответственно, работы преподавателей в вузах, в которых эти курсы используются и так далее, и так далее. Здесь, наверное, тема отдельной дискуссии, очень большой и длинной. Вторая такая тема, к которой мы просто не приступали, это вопрос масштабирования, вопрос вовлечения широкого круга в вузах, авторов в создание онлайн-курсов, решение вопросов, опять же, финансирования этой деятельности за счет тех средств, которые уже есть в университетах, потому что никаких дополнительных средств никто никогда на онлайн-курсы, видимо, выделять не будет, со стороны государства, по крайней мере. Может быть, там есть потенциал, и мы на него очень надеемся, по привлечению внешних фондов бизнеса к созданию онлайн-курсов, работодателей, которые заинтересованы в конкретных компетенциях, может быть, но это то, соответственно, что нужно, как раз, для масштабирования в современных условиях. Очень важный аспект, да, при этом, да, который возникает, который уже возникает сегодня в части курсов, которые мы создаем, да, это вопрос оценки и постоянного улучшения качества. Это один из сложнейших вопросов, и о нем сегодня буду говорить больше, наверное, всего, потому что выстроить модель, правильную модель оценки качества курсов, мы об этом с вами говорили в прошлый раз, предельно сложно. Но, тем не менее, какие-то идеи о том, как это сделать, у нас сегодня уже есть. Ну, и еще один наисложнейший вопрос, как я уже говорил, это возврат финансовых вложений в состоянии онлайн-курсов. Не буду говорить еще раз об этом подробно. Важнее, наверное, другое, что помимо финансовых вопросов, как показал опыт, сама по себе процедура, которая используется сегодня по виртуальной мобильности студентов через сетевые договора, она административно очень сложная, она порождает, как бы, дополнительные логистические затраты на переговоры между университетами, на сформирование этих документов, на их приведение в соответствие с требованиями закона и Рособородзора, и куча еще всего разных, как бы, что вокруг этого происходит, да, что мешает нам сегодня масштабировать эту деятельность. Поэтому мы, как бы, как задачу видим упрощение этого процесса и, соответственно, о ликвидации лишнего документа оборота. Ну а теперь немножко о том, соответственно, а что такое приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда». Я думаю, что все желающие посмотрели или посмотрят паспорт проекта. У нас он сегодня, по-моему, есть, Юрий Николаевич его заготовил. Можем его в любой момент открыть и вернуться к обсуждению его деталей. Но я не буду, естественно, его сейчас весь повторять. Я обращу внимание лишь на то, как нам удалось поставить цель этого проекта. Она достаточно, с одной стороны, сформулирована широко, с другой стороны, она в большей степени, и это для нас важно, развернута оказалась в сторону формального образования. Потому что просто так создавать онлайн-курсы, которые обеспечивают бесплатное обучение разных категорий обучающихся, ну это уже, наверное, все так или иначе умеют. А вот встраивать, соответственно, в обучение в образовательных организациях онлайн-курсы, это та задача, о которой я говорил сегодня, и та задача, в которой есть много нерешенных вопросов, которые может помочь решить приоритетный проект. Поэтому цель сформулирована через увеличение числа обучающихся образовательных организаций, при этом образовательных организаций любых уровней, и школы, и техникумы, и колледжи, и, естественно, университет. Проект разбит на этапы, я об этом не буду сегодня говорить подробно, просто обозначив, что на первом этапе мы концентрируем свои усилия вокруг темы высшего образования. С 2017 года будет решен вопрос о формате включения школьного образования, возможно, это интеграция каких-то существующих проектов в этой области, возможно, это какая-то поддержка в рамках современной цифровой образовательной среды как приоритетного проекта. И в 2018 году это расширение практики на среднепрофессиональное образование, на колледжи и на техникумы. И в совокупности, соответственно, мы ожидаем, что к 2025 году, это такое стратегическое большеведение, потому что сам проект рассчитан только на 4 года, онлайн-курсы, они в совокупности охватят порядка 11 миллионов человек, а это фактически весь контингент, может быть, его 80% от общего числа обучающихся в стране. Какова же концепция проекта и зачем он нужен нам? Он нетипичен, и мы говорили об этом в прошлый раз. Идея была не создать еще один проект, который профинансирует создание контента каким-то кругом разработчиков. Задача совершенно иная. Задача сделать так, чтобы разные образовательные организации, которые чувствуют в себе потенциал, разные бизнес-организации, которые заинтересованы в создании цифрового контента, разные, соответственно, участники разных процессов, связанных с образованием, которые готовы вкладывать средства в создание качественного контента, они были в этом заинтересованы. Этот контент попадал в систему образования, использовал в системе формального и неформального образования одновременно для формирования для каждого обучающегося, неких индивидуальных траекторий обучения. В каких-то случаях это традиционная образовательная программа, в каких-то случаях это действительно какая-то персональная траектория обучения, которая может приводить или не приводить к получению диплома как свидетельства о определенном уровне квалификации. Важно, что нам нужно сделать такие условия, Когда потенциал всех участников рынка образования, существующих или новых, будет объединен ради создания современного цифрового качественного контента, используемого для удовлетворения потребностей и каждого гражданина, и экономики страны в их образовании. Как это сделать? Здесь перечислено далеко не все, что будет реализовано в проекте. Здесь обозначены какие-то принципиально важные вещи, которые нам кажется, что должны быть решены, для того, чтобы университеты действительно смогли участвовать в системе формирования и использования онлайн-курсов. Прежде всего, нам кажется, что нужно упрощать существующие механизмы и расширять область применения онлайн-курсов, формировать реальные инструменты, удобные и доступные для взаимодействия организаций по совместному созданию и использованию цифрового контента. Для этого нужно решить целый блок, большой достаточно блок задач. Здесь перечислены такие простые вещи, о которых я буду говорить сегодня более подробно. С одной стороны, мы столкнулись с тем, что при работе между университетами есть такая насущная задача просто-напросто идентификации личности обучающегося. И не очень хорошо, когда мы привязываемся к идентификатору личности в рамках какой-то платформы конкретной или даже в рамках университетов, которые между собой взаимодействуют. Нужно выходить на привязку к идентификации на государственном уровне с использованием тех механизмов, которые сегодня формируются в рамках государственных электронных услуг, которые формируются в рамках тех информационных систем, которые получают статус государственной информационной системы. Точно так же мы предполагаем, что нужно поступить в части формирования цифрового портфолио обучающегося, в части хранения сертификатов об освоении онлайн-курсов, в части хранения информации о результатах обучения, которые были достигнуты обучающимися. В частности, мы предполагаем, что может быть в рамках проекта создано цифровое портфолио, как некий сервис, оказываемый гражданину и зарубежному обучающемуся на государственном уровне, который позволит хранить эту информацию, передавать ее между образовательными организациями и так далее. Еще одна важная вещь, о которой я говорил много раз, должны быть новые механизмы финансовых расчетов, которые на основании соглашений между университетами о передачете отдельных курсов позволят студентам самостоятельно или по решению университета проходить обучение в другом университете, что будет за собой приводить к передаче соответствующих финансовых средств между образовательными организациями за использование тех курсов, без рисков, связанных с проверками, без рисков, связанных с лицензированием и аккредитацией университет. Второй блок задачи – это создание механизмов повышения качества онлайн-курсов. Я об этом уже говорил, сейчас буду поговорить уже более подробно. Третье, как я уже говорил, это расширение числа разработчиков онлайн-курсов. Но вот здесь важный аспект, который сегодня тоже я постараюсь максимально подробно осветить. Нам нужно не только создать конкуренцию между разработчиками онлайн-курсов, нам нужно создать еще конкуренцию среди платформ, которые обеспечивают технологии, необходимые для развития онлайн-курсов, и сделать так, чтобы по максимуму все платформы могли работать в области формального образования, выполняли какие-то условия, которые позволяют действительно признавать результаты обучения онлайн-курсов в системе формального образования, перезачитывать их в бакалавиате, магистратуре и других уровнях образовательных программ, реализуемых университетами. Ну и четвертый блок, он здесь совершенно не раскрыт, да, это повышение эффективности онлайн-технологий. Это и повышение, как бы, компетенции преподавателей, специалистов в области создания онлайн-курсов, это и исследования в области того, как должны развиваться онлайн-технологии, и много чего еще. Ой, извиняюсь. Ну, самое сложное, наверное, во всем этом, да, самое такое животрепещущее, да, это вопрос того, а как будут работать платформы, да, как они будут построены, как они будут взаимодействовать друг с другом, будет одна платформа или несколько. Вот наше сегодняшнее видение, да, это поддержка развития множества, да, конкурирующих платформ, которые будут использовать единые принципы хранения, подтверждения результатов обучения, с одной стороны, с другой стороны, будут основаны на разных подходах к реализации самого процесса онлайн-обучения и смогут экспериментировать с разными технологиями. Это означает, что каждый университет, каждая образовательная организация, она самостоятельно может принимать решения о том, с какими платформами ей работать, где размещать тот или иной курс, да. Сами платформы, как некие организации, скорее всего, не имеющие никаких образовательных лицензий, а предоставляющих сервисы по отношению к образовательным организациям, реализующим обучение с пользованием онлайн-курсов, они будут, естественно, формироваться на разных условиях, это и создание их стороны образовательных организаций, как у нас, например, ассоциаций, это и создание их бизнес-организаций с предоставлением сервиса вузам или иным разработчикам курсов, да, это и какие-то иные формы, о которых мы, может быть, сейчас даже не знаем. Так или иначе, соответственно, условия, требования по финансированию, поддержке платформы и прочих вещам, они могут формироваться со стороны самих игроков этого рынка, и это очень важно. Но чтобы упростить создание таких платформ, да, обеспечить выполнение этих требований, связанных с интеграцией с государственными сервисами, да, мы предполагаем, что проект Проект современной цифровой образовательной среды, он должен обеспечить каждую платформу, да, неким набором решений в виде открытых исходных кодов, да, которые позволят, как бы, сократить расходы университетов на создание своих платформ, ассоциации университетов, там, и так далее. И этот набор, соответственно, решений, он может быть сформирован, как бы, как я уже говорил в прошлый раз, да, взаимодействие с предпринимательным сообществом, с постановкой задач, с участием, там, всех игроков, заинтересованных этого рынка. Но какая схема получается у нас в целом, да, вот я пытался, на самом деле, ее, там, только вчера, первый раз пытался презентовать вот здесь, в Омске, какая схема у нас получается в целом по взаимодействию платформ? Она получается достаточно интересной, да, с одной стороны, у нас есть платформа онлайн-обучения, с другой стороны, у нас есть образовательные организации. Они, естественно, как бы, между собой взаимодействуют путем размещения со стороны образовательной организации и последующей поддержки онлайн-курсов на той или иной платформе онлайн-обучения. Образовательная организация выступает провайдером некой траектории обучения, да, реализует собственную образовательную программу, которая, собственно, может быть оплачиваемой стороной обучающегося или стороной государства некой образовательной услугой, которая включает в себя, соответственно, освоение отдельных курсов на разных платформах. При этом дальше происходит самое интересное. С нашей точки зрения, может быть сформирован блок государственных сервисов, вот, как я уже говорил, в части идентификации пользователей, в части хранения цифрового портфолио, который позволит упростить процесс передачи реализатов из, соответственно, разных платформ онлайн-обучения, да, в разные образовательные организации. За счет этого промежуточного этапа, который может быть сегодня реализован в рамках развивающейся платформы GIS-контингент или какой-то другой платформы, да, обеспечиваемой государством, будет достаточно прозрачным, понятным и не потребует интеграции каждой платформы онлайн-обучения с каждой образовательной организацией, которая использует эти курсы. Почему это важно? Потому что если в части выбора платформы для размещения своих курсов образовательная организация так или иначе может выбрать одну платформу онлайн-обучения, то для использования онлайн-курсов, да, очевидно, что каждая образовательная организация рано или поздно будет использовать курсы разных платформ. И без вот этого промежуточного звена процессы интеграции, процессы, как бы, согласования протоколов обмена информацией между разными системами, они будут занимать огромное количество времени и будут очень затратны. Но это еще не все. Самое интересное, что мы сегодня можем предложить в качестве такой темы для обсуждения, это вопрос формирования некого единого каталога онлайн-курсов. Его нельзя путать с одной платформой для размещения курсов. Это каталог, соответственно, курсов, который позволит хранить об этих курсах достоверные оценки их качества. И вот это, об этом мы говорили в прошлый раз, мы не отошли абсолютно от этого, как бы, от этой концепции, да, когда есть открытая общественно-профессиональная оценка онлайн-курсов со стороны разных образовательных организаций, со стороны, может быть, учебно-технических объединений, со стороны, соответственно, их пользователей, обучающихся на этих курсах, да. Причем мы понимаем, что если мы это сделаем на каких-то платформах онлайн-обучения, да, то мы не сможем контролировать тот факт, что эти отзывы, эти оценки, эти рецензии, они не будут удаляться, не будут фильтроваться, да, и тем самым, соответственно, влиять на реальный рейтинг онлайн-курсов. Поэтому мы предполагаем, что этот каталог, он будет работать по принципу одного окна, он точно так же будет, соответственно, реализован в виде государственной информационной системы. Это пока вопрос дискуссионный, как именно она будет поддерживаться, кем она будет сопровождаться и администрироваться, но это решаемая задача, если концептуально мы проговорим, что именно так это должно быть. Более того, мы считаем, что в перспективе, там, ну, по крайней мере, к концу четырехлетнего проекта, да, может быть обеспечена защита, соответственно, обеспечение достоверности и сохранности вот этих оценок курсом, да, на базе каких-то технологий современных типа блокчейна, что гарантирует, что действительно оценка будет открытой, неподдельной, да, и соответствует реальным оценкам со стороны сообщества. Что будет происходить дальше? Дальше, соответственно, вот этот вот блок государственных информационных систем позволит, соответственно, каждой образовательной организации через, опять же, созданный набор решений в виде открытых исходных кодов интегрироваться с одной стороны с дисконтингент, например, да, в части получения результатов обучения на онлайн-курсах, причем не только, как бы, итоговые оценки, но и всех текущих оценок, что потенциально позволяет нам интегрировать онлайн-курс в состав электронной информационной образовательной среды образовательной организации, использовать его как часть, как бы, собственных курсов при изучении той или иной дисциплины. А с другой стороны, через это же единое окно, да, через одно окно, точнее, тут важно, слово единое, оно предлагается, ну, в качестве неправильной трактовки этой истории, да, вот это вот, в принципе, одного окна, он позволит образовательным организациям, да, получить доступ к каталогу всех онлайн-курсов на всех платформах онлайн-обучения, да, и уже осуществлять поиск тех и выбор тех курсов, которые будут интегрированы в их образовательные программы. Либо, которые будут перезачитываться в образовательных программах. Этот факт того, что университет признает курсы перезачитывает, он также может быть одним из видов оценок, да, качества курсов, которые будут фиксироваться в едином каталоге. А мы сейчас не уверены в том, будет ли вот этот блок информационных систем вообще, говоря, неким порталом, доступным конечным пользователям. В идеале он может таковым не быть вообще, в том смысле, что это будет некое хранилище, да, данных, к которому можно обратиться для проверки, соответственно, достоверности, для поиска каких-то данных. Но отображение вот этой информации о доступных курсах, о результатах обучения, да, будет производиться либо в информационных системах образовательных организаций, либо на платформах онлайн-обучения. Не буду эту тему раскрывать, потому что если дальше углубиться в нее, да, там будет еще очень-очень много разных важных, но аспектов, которые мы не успеем, наверное, проговорить. Очень коротко там о графике проекта. Он здесь приведен в сокращенном виде. Ну, я думаю, что будут вопросы, я много еще смогу пояснить. А сейчас мы находимся в состоянии, когда началось формирование рабочих экспертных групп по проекту. Да, то есть, фактически мы можем вот на текущий момент пригласить к обсуждению о разных форматах тех людей, которые неравнодушны к проекту, которые будут разделять его базовые, как бы, установки и конструктивно вносить соответствующие предложения. В этот же момент будет происходить, на самом деле, некое планирование. Оно завершится, наверное, только к январю следующего года. Оно курируется напрямую проектным департаментом в правительстве. И, соответственно, сейчас вот есть такая активная фаза, когда детали проекта только прописываются. С другой стороны, мы понимаем, что ключевыми, как бы, элементами в определении будущего проекта являются сами технологии использования вайн-курсах. Поэтому за счет средств ассоциации, в частности, за счет, ну, как бы, ресурсов, я бы сказал, ассоциаций, то есть, трудовых ресурсов, которые у нас есть в университетах, за счет средств, которые, может быть, успеет выделить Миноборнауки, но мы на это особо не надеемся, потому что только к концу года они определятся с тем, вообще, как будет финансироваться проект и что будет в составе, как бы, тех задач, которые могут быть профинансированы. Тем не менее, мы пытаемся сейчас найти способы запустить исследование модели использования вайн-курсах, чтобы у нас были подтвержденные, да, как бы, научно обоснованные данные о том, как разные модели использования вайн-курсах влияют на качество обучения и так далее. И мы уверены, что мы найдем возможность, да, это проанализировать, представить, использовать дальше как отправную точку для того, чтобы можно было масштабировать наиболее успешные практики. У нас сегодня есть уже пул партнеров, там несколько десятков университетов, которые готовы в этом поучаствовать, но, тем не менее, мы готовы искать новых партнеров, которым это будет тоже интересно, потому что, на мой взгляд, это лишь такой первый шаг в исследованиях, который может, на самом деле, растянуться на несколько лет и стать такой точкой научного роста, да, в области образовательных, в области образования. В 2017 году должны будут созданы быть первые, как бы, версии государственных сервисов, о которых я говорил раньше, появится, соответственно, интеграционное решение для них и будет, соответственно, основной упор сделан на развитие проектов в сфере высшего образования. В конце года или в середине года будет принято решение о том, как будут сюда включены школы. Это, на самом деле, прописано в паспорте проекта, я ничего нового здесь не говорю. И в 2018 году произойдет распространение этого проекта на среднее профессиональное образование и будет сделан такой акцент на взаимодействие с разными образовательными организациями в том, что это часть создания интеграционных решений для разных моделей использования онлайн-курсов и для разных существующих LMS-платформ, которые используются сегодня в наших университетах. Ну, а если говорить о том, как у вузов будет возможность участвовать в проектах, то это, в первую очередь, экспертное участие на этапах планирования проекта, это апробация исследования моделей использования онлайн-курсов, будет в грантовой форме поддержано проведение региональных и федеральных семинаров и конференций по тематике онлайн-обучения. И, естественно, в рамках проекта, скорее всего, даже на 100%, наверное, мы уже можем об этом говорить, это позиция, которую именно Барнауки многократно высказывала, с которой мы на самом деле согласны, без финансовой поддержки в части создания самих курсов и их использования будут создаваться онлайн-курсы. При этом, если обобщить все, что я сказал, то у каждого университета там будет несколько вариантов. Раз тут вопросы были, я сразу скажу, что да, у вузов будет, предложены разные варианты сотрудничества национальной платформой открытого образования. Как обещали, мы в конце этого года представим несколько форматов вхождения на платформу с отдельными курсами или в качестве полноценных участников. И при этом, соответственно, будет сделано в рамках проекта так, такие условия будут заданы, что вузы смогут создавать либо собственные платформы на уровне региона или своей отрасли, либо, соответственно, входить на те федеральные платформы, которые в ближайшее время появятся, или из существующих будут адаптированы для использования в системе формального образования. Ну и еще очень важный аспект, который сейчас зафиксирован уже паспортом проекта, это развитие систем повышения квалификации в области онлайн-технологий, в области образовательных технологий в целом. Мы предполагаем, что будет не просто проведено повышение квалификации в традиционных форматах, будет какая-то часть этого повышения квалификации в части минимальных базовых компетенций реализована в формате онлайн-курсов. И вот здесь будет возможность стороны проекта профинансировать в грантовой форме, то есть с сохранением прав на курс и на его дальнейшую реализацию за организацией разработчиков. Будет возможность профинансировать создание онлайн-курсов при условии, что они будут в формате бесплатного обучения доступны в широком округу преподавателей из всех университетов и всех образовательных организаций. Вот эта часть, нам кажется, тоже очень важной составляющей этого проекта. На этом я планирую свой монолог закончить, потому что, наверное, уже накопилось огромное количество вопросов. Я сейчас, если Юрий Николаевич позволит, пробегусь по чату нашему и постараюсь ответить на то, что там уже написано, и дальше мы, наверное, перейдем к такому режиму все-таки диалога, а не моего монолога. Согласны, Юрий Николаевич? Хорошо. Тогда вот еще заранее полученные от Василия Ивановича вопросы, связаны больше, наверное, с существующей системой в области онлайн-обучения. Это совет Министерства образования и науки и работа Ассоциации национальной платформы открытого образования. Что касается совета, у меня нет ответа на этот вопрос. Это вопрос, который решает министерство. Скорее всего, его формат будет принципиально изменен. Сегодня в рамках в целом направления образования будет создан Общественный деловой совет, который будет курировать реализацию всех национальных проектов. И будут созданы советы отдельные, а может быть это будут не советы, а какие-то рабочие группы или совещательные органы других форматов, мы сегодня об этом не знаем, к сожалению, которые будут рассматривать вопросы развития конкретных проектов, в частности, в проекте современной цифровой образовательной среды. Общественный деловой совет создается проектным департаментом правительства. Как только он будет сформирован, начнется формирование коллегиальных органов, более частного уровня по отдельным проектам. Тогда мы будем иметь ответ на вопрос, сохранится ли совет МОН по открытому образованию. Если именно этот совет станет основой для общественного обсуждения проекта современной цифровой образовательной среды, значит он будет пересмотрен с точки зрения состава, будет в него включен в любом случае какой-то широкий круг экспертов из интересованных сторон, и он продолжит свою работу. Но, скорее всего, этот совет прекратит свою деятельность, и вместо него будут созданы новые коллегиальные органы. В части, соответственно, ассоциации НПО, она будет соответствовать открытости. То есть, такой период апробации основных моделей мы завершили. Мы сегодня готовы обсуждать с ВУЗами и начали это делать в части расширения. Предварительно мы проговорили между собой, что будет два формата участия. Это формат участия ВУЗа в качестве полноценного участника, который, с одной стороны, имеет право на разработку неограниченного количества курсов и их размещения на платформе. С другой стороны, он будет предполагать, что наравне с другими ведущими университетами, этот университет обеспечивает финансовый вклад в развитие платформы, а в части ее поддержки, в части хостинга уже достаточно большого объема материалов на платформе. Сейчас для нас стоимость поддержки платформы обходится 5 миллионов рублей с каждого университета в год. Примерно в таком же формате будет предложено другим участникам вливаться в проект. Вряд ли мы найдем способы сильно сократить расходы на поддержку и развитие платформы в ближайшем будущем. Но при этом мы понимаем, что для большинства университетов, наверное, такой формат участия избыточен, потому что создавать курсы – это дорого, и большинство университетов, наверное, не возьмутся делать их десятками ежегодно. Это, скорее всего, какие-то могут быть форматы вхождения, когда университет создает конкретное количество курсов, один, два, может быть, три в год, и для них, соответственно, будут прорабатываться более либеральные условия входа, при условии, что они смогут подтвердить готовность свою к созданию конкретного курса высокого уровня качества. Как мы это будем делать? Честно, я пока не отвечу. Это достаточно сложный вопрос, который до конца года точно будет прояснен, и решением, соответственно, общего собрания ассоциаций доведен до общественности. Про открытость платформы я уже сказал. Фактически, это был тот же самый вопрос. Конкурса, как такового, мы не планируем. Проблема в готовности университета в большей степени. То есть, если бы у нас было федеральное финансирование создания курса, туда бы, наверное, это были конкурсные условия. Ну, так будет, по крайней мере, как я уже говорил, с курсами, которые создаются для повышения квалификации. Поскольку курсы на НПО создаются самими университетами, проводить конкурс по включению, это достаточно сложная история. Гораздо важнее вот следующий вопрос, да, как вы критерии качества курсов самих, да. Я уже говорил, что мы здесь планируем, как бы, опираться на общественно-профессиональную экспертизу и открытый, как бы, формат рецензирования курсов. Что здесь важно? Важно, что пока курс не создан, на самом деле, оценить его достаточно сложно. И в этом смысле, скорее всего, модель, ну, пока ультрирована, да, она будет следующим образом выглядеть. Университет, соответственно, на койп-платформе создает курс, он претендует на то, чтобы этот курс был включен в систему формального образования и размещен в каталоге курсов, скорее всего, там, для того, чтобы он был туда включен, не будет использована такая безэкспертная система автоматической оценки в соответствии определенным простым критериям. А после этого, соответственно, да, будет включаться механизм открытой общественно-профессиональной экспертизы. И наличие соответствующих рецензий у курсов стороны, там, других университетов, наличие фактов признания сторон других университетов, да, перезачета или заключения сетевого договора и прочих вещей, они станут основанием для того, чтобы этот курс полноценно вливался в систему формального образования. Да, это позволит, соответственно, как бы курсам конкурировать, да, и продвигаться за счет их реальной оценки, когда, как бы, преподаватели, да, эксперты, там, может быть, и учебно-медическое мнение, о чем там дальше вот написано, да, они включаются в оценку качества этого курса и проверяют его на соответствие, как бы, в том числе, ну, государственным стандартам, хотя, как уже говорилось многократно, проверять это очень сложно. Ну, собственно, механизм изъятия, мы даже внутри себя это проговариваем, да, он должен быть, почему, потому что сейчас в УЗО, в которые разместили курсы на НПО, да, есть обязательства по их поддержке, и они нам обходятся достаточно дорого, да, это и зарплата, в первую очередь, преподавателей, это и хостинг курсы и прочие вещи. Нам нет смысла держать там курсы, которые оказались неинтересны и невостребованы. Конечно, соответственно, исключение курсов из состава, оно будет происходить по естественным причинам, при этом, соответственно, обязательства университетов по реализации курса, они все равно должны быть выполнены, да, то есть нельзя сделать так, что университет пришел, заявил курс на платформе, да, остальные это увидели, как бы, и не стали делать такой же курс, а при этом университет просто взял и снял его, да, и убрал его с платформы, и не стал поддерживать. Вот такое тоже надо будет исключать, поэтому будет некий баланс, с одной стороны, обязательства университета по поддержке курса, с другой стороны, естественно, исключение курсов из списка для дальнейшего использования. Но что здесь важно? Важно, что сам факт существования курса на платформе сегодня не мешает другим университетам создавать там аналогичный конкурирующий курс. А у нас этот принцип конкуренции на платформе всегда был, и он будет дальше поддерживаться. А это же будет касаться, естественно, как бы и других платформ, насколько я понимаю, сейчас эту систему. Про ФМО я уже ответил. Что касается рабочей учебной программы дисциплины и фонда оценочных средств. Фонд оценочных средств, он входит в состав курса всегда. Учебная программа дисциплины, это, наверное, касается только ситуации, когда курс используется как часть, соответственно, программ бакалавриата. И в этой ситуации, соответственно, когда мы заключаем сетевой договор, то университеты между собой, они обмениваются соответствующими документами, что требуется самим сетевым договором. Ну или обычно они обмениваются просто доступом к этим документам, размещенным на открытых порталах этих вузов. И там это работает. Когда же мы используем онлайн-курс как самостоятельную программу дополнительного образования, то там используется формат описания этой программы дополнительного образования. И большинстве университетов принята нормативная документация внутренняя, которая позволяет в качестве такой программы использовать само описание курсов, размещенное на портале. Там есть несколько специфических моментов в этой части. Если интересно, я могу уже в частной беседе это рассказать. Цена сертификата, она утверждается самим университетом. Пока есть договоренность, что все университеты в рамках НПО, по крайней мере, работают в рамках одной цены в 1000 рублей за один сертификат. Будет ли она изменяться в дальнейшем, я пока не знаю. Что касается своих платформ, то да, соответственно, как я уже говорил, проект современной цифрообразовательной среды предполагает, что онлайн-платформы могут быть использованы в рамках чего? Вот тут надо разбираться в рамках проекта. Да, если они соответствующим образом будут выполнять требования по интеграции с государственными информационными системами, с одной стороны, а с другой стороны, будут предполагать формат именно онлайн-курса. То есть, позволят проходить всем обучающимся открыто, в том числе бесплатно, соответствующее обучение, с выдачей впоследствии документов, подтверждающих конкретные результаты обучения. И в том числе, естественно, с идентификацией личности обучающегося с помощью того или иного сервиса. Вопрос интеграции справочников, доступных на НПО-курсах, непосредственно в СДО. Ну, в базовом варианте это можно попробовать сейчас сделать, для разных платформ. АПИ у конкретно НПО постепенно появляется для таких интеграций. Но если касаться конкретно проекта современно-свобзывательной среды, то, как я говорил, там 18-й год, даже начало 19-го, наверное. И это, наверное, такой важный будет элемент, когда мы не с одной СДО интегрировались, мы интегрировались через фактически государственные сервисы с всем множеством СДО, которые в той или иной форме будут использоваться в университетах. Что касается сервисов для хранения видеоконтента, это вопрос сложный. С одной стороны, мы подтверждаем, что он крайне сложный для ассоциаций сейчас тоже. То есть, нам не хватает серверных имущественностей, мы используем для того, чтобы экономить на хостинге пока сервера университетов. Но, наверное, сами знаете, что не всегда вот эти вот сервера университетов, существующие, справляются с пиковыми нагрузками. Иногда видео загружается достаточно медленно. Решать его в форме создания какого-то общероссийского сервиса видеоконтента как государственной информационной системы мы точно не предлагаем. Мы предполагаем, что это будет либо какой-то коммерческий проект, который предложит соответствующие услуги для всех платформ онлайн-обучения, либо эти сервисы будут появляться в рамках каждой платформы онлайн-обучения, как-то самостоятельно разработаны или интегрированы опять же с какими-то решениями внутри университетов. Понятное дело, что платформы не должны использовать сервера зарубежные, ну, в частности, YouTube, для хранения контента, наверное, не лучший вариант. Но, тем не менее, соответственно, скорее всего, с момента цифрово-образовательная среда, как проект, она предложит такой вариант, что будет создан сервис в виде наборов открытых исходных кодов, который может быть развернут на серверах университетов или еще чего-то и так далее. Еще вопрос появился по ФУМО. По ФУМО ситуация следующая. Мы провели, соответственно, несколько экспертиз курсов, примерно разобрались с процессом, но поскольку ФУМО до сих пор не... Вот они обещают нам все со дня на день, соответственно, появление примерно основных образовательных программ, относительно которых предполагается верификация содержания открытых курсов, тот процесс массово пока не происходит. То есть, сама технология реализована, соответственно, регламенты опробированы, но такого массового явления, чтобы ФУМО стали готовы к оценке курсов, еще не произошло. Мероприятие по подкладке проекта, включая работу экспертов ИРИ, проводится закрыто. Обратная связь с профсообществом, на самом деле, я бы не сказал, что она не видна. То есть, мы стараемся, по крайней мере, в таких ключевых этапах проекта в той или иной форме взаимодействия вести, ну, как, например, сегодня, да, и предлагать, соответственно, для обсуждения, да, те ключевые моменты, которые в проект попадут. Но что важно, на самом деле, сейчас, наверное, да, что этот проект, он пока не имеет каких-то коллегиальных органов, которые бы действительно были формализованы, да, участниками этого процесса. То, что вы видите в паспорте, вот оно тогда обсуждалось с участием, как раз, экспертов ИРИ, мы это тогда направили, да, вот сейчас получили некий обратный результат. Следующий шаг, соответственно, формирования уже рабочих групп по разработке, там, плана реализации проекта и ходу, и, там, какому-то, видимо, сопровождению хода реализации этого проекта. Пока у нас, вот даже у меня сейчас, нет абсолютно никакого статуса по отношению к проекту. Я им, как бы, занимаюсь постольку, поскольку, как бы, был на этапе формирования паспорта, да, включен в состав рабочей группы по подготовке этого паспорта. Вот дальнейший шаг пока не сделан. С точки зрения формализации взаимоотношений с профсообществом. Ну, а с точки зрения содержательного общения с профсообществом, ну, вот мы его начали сегодня, новую фазу этого диалога. Если будет видно, что это конструктивное взаимодействие, то мы можем в двух форматах продолжить работу. Первое – это вот вести такие обсуждения, да, ну, скажем так, в целом связанные со всем проектом, да, либо разбиться на какие-то подгруппы и работать уже в более узких форматах, например, связанных с технологической составляющей, связанных с оценкой качества курсов, связанных с повышением квалификации, связанных с, например, вовлечением уровня СПО, там, тому, кому это интересно, с увеличением уровня школы и так далее. Это форматы работы возможные. Я, как бы, за то, чтобы мы использовали те возможности коммуникации, которые у нас есть. Все, мой монолог закончен. Он продлился ровно час, потому что больше нельзя, поэтому буду слушать ваши мнения теперь. Прошу, коллеги. Уважаемые коллеги, у нас по регламенту и по возможностям предусматривается удаленное выступление любого желающего. Я об этом писал заранее. Если хотите, пожалуйста, каким-то образом дайте знак, и я вас сделаю спикером. Но Василию Сергеевичу, естественно, мы все выражаем искреннюю признательность. Каждый раз, как я его вижу тем или иным образом в живую в 2014 году удаленно, вот периодически, я вижу, можно общаться, можно задавать самые острые вопросы и получать ответы достаточно продуктивные. И давайте об этом помнить, что от всех от нас зависит вот это вот умение находить общий язык. Вот уже поступают благодарности. Я пока не вижу желающих выступить, но я дочитаю свой вопрос. Василий Сергеевич, имейте в виду, пожалуйста, какая закрытость порождает недоверие. Я думаю, невыгодно и нас, платформе, сталкиваться с таким недоверием. И всем нам невыгодно. Мы хотим смотреть честно и хотим двигаться вперед совместно. Вот предлагаем решать. По крайней мере, Вы помните последнюю встречу в ИРИ. Я Вас не видел, но слышал. Хорошо я Ваш голос знаю. Это не совсем удачный способ удаленного участия. Когда по скайпу, один раз я оказался в ИРИ по вопросам качества. Так, вот еще онлайн общение приятнее. Ну, не только восклицательным. Да, мы же можем заранее готовить вопросы, Василий Иванович. Мы можем ставить эти вопросы. Вот я ставлю вопросы, думаю, многие поддержат. В том, чтобы экспертизы и такие встречи проводить с удаленным участием. А не только в Москве. Вот Василий Сергеевич может позволить приехать из Екатеринбурга в Омск, или в Москву. Но эта возможность есть не всегда у всех. Особенно, если жесткий какой-то календарный график. В целом, у меня больше таких вопросов серьезных нет. Вижу, тут еще есть... Ага, есть желающий выступить. Я получил сигнал. Сейчас я попробую его включить. У нас все демократично. Так. Ищу, ищу, ищу. Нашел. Предоставляю роль спикера Василию Ивановичу. Солдатки. Не буду представлять. Наверное, все присутствующие его хорошо знают. Василий Иванович. Мы вас слышим. Будем сейчас слушать. Ну-ка. Если что, в моих настройках выберите. Та камера видна. Звук. Говорите, Василий Иванович. Нажмите на кнопочку с микрофоном. И как только увидите индикатор шевелится, значит вы... Так, вас слышу, сам себя нет. Слышно, нет? Микрофон включил. Раз-два, раз-два. Мы вас слышим. О, слышно, да? Значит, вы меня слышите, я сам себя не слышу. Уважаемые коллеги, очень был полезный доклад, выступление. Я рад принять участие в нем. И некоторые такие новые нюансы, новая информация, она, безусловно, дает еще для размышлений. И если говорить о том размышлении, которое сейчас мне посетило, правда без сигары коньяка, я пошутил. Пью исключительно чай, могу показать. Вот, чай. Поэтому у меня буквально... Сергей Леонидович, кстати, хочу вас поприветствовать. Вот, привет, дорогой. У меня, значит, вот такое видение этой ситуации с национальным проектом. Ну, я сам участвовал в ряде умостроенных проектов. И могу сказать, что система государствления, она как была, так и продолжается. И на всех уровнях образования. И высшие, и средние, и ДПО, и так далее. Не случайно здесь была такая оговорка. Единое окно, потом одно окно. Вот, да, одно окно. Единая государственная информационная система, сопряженная с той же единой государственной информационной системой контингент, который связан с Нилсом и так далее. Я, ну, вот, когда вижу, так сказать, вот такие попытки от государствления, то всегда у меня возникает, ну, сразу два вопроса. Первый вопрос. Есть ли такой мировой опыт, где вот таким образом пытаются строить все образовательные организации, строить всех там преподавателей и так далее. Как государственная система. Но, если вы сейчас мне скажете, что вот есть где-то, да, то я, конечно, несколько удивлюсь. И в этом плане, если говорить о муках, да, значит, открытых этих курсах, то мы неоднократно обсуждали этот вопрос в сообществе. И одно из первых для понимания роли этих муков стоит в том, что это такое геомаркетинговое средство, которое показывает потенциал вуза, который раскрывает его технологические возможности, кадровые там возможности. И тогда все понятно. Если ассоциацию создали там 8 отцов, доноров, да, то, соответственно, они используют эту платформу как геомаркетинговое средство исключительно для подвижения своих образовательных услуг. Ущерб остальным, которых мы, правда, назвали грубо, но рецепетенты, они и есть, так сказать, в этом качестве. И в этом плане всегда возникает вот такое недоверие, ну да, вы ухватили там воду за бороду, да, и пытаетесь сделать такую платформу. Само по себе, само по себе, ну, это великолепно. И то, что вот недавно было в группе опубликована информация о том, что там Дафна сказала, что все университеты должны отцепровать свой контент, это уже давно задача стоит. Другое дело, что нужно ли кому-то, и масса здесь препятствий есть само по себе. Сами же муки, они рассматриваются исключительно, вот в моем понимании, как либо геомаркетинговое средство, это номер один. А второй момент, это, да, неформальное обучение, как в царской России были вольнослушатели, которые могут прослушать курс МГУ основы астрономии, да, о чем-то задуматься, так сказать, да, ну и дальше, так сказать, спать у себя на диване. Когда рассматривают государственную информационную систему в рамках России, где государственное высшее профессиональное образование, регулирование федеральными государственными образовательными стандартами, это нонсенс, тоже ни в одной стране мира нет, да, то у меня всегда возникает вопрос, но вы утвердили, БОС, там есть федеральная компонента, которая просто проверяется Рособорнадзором. Федеральная компонента, она составляет плюс-минус там 50% учебного плана. И это, так сказать, зафиксировано, значит, по всем направлениям бакалавриата, магистратуры и, не знаю, наверное, аспирантуры. Ну так и сосредоточьте свои усилия. Во-первых, создание курса по федеральной компоненте направлений. Васильеван, 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 что ты не хочешь, а что ты не хочешь сделать, чтобы она оскаливала? А, вот так лучше? Да, еще так, еще так, еще так. Ну, вот так примерно. И если у нас есть федеральная компонента, федеральных государственных образовательных ресурсов, то возникает такой момент, но возьмите госбюджетное финансирование и обеспечьте государственные и негосударственные вузы, прошедшие лицензирование, этим контентом. И вы как-то обойна, значит, обошлись вот с этим приказом 1367. Это я вам как федеральный эксперт Рособорнадзора говорю. Не может вуз перезачесть нечто, если у него не утверждена на кафедре рабочая учебная программа дисциплины, которая включает те же фосы, понимаете? И любой проверяющий, приходя в рецепиенту вузу, да, на каком основании, где ваша программа, кафедра утвердила, где эти юридические основания для перезачета дисциплины. И возникает масса-масса проблем. И вот, пока этот приказ, ну, абсолютно, так сказать, не то, что никчемный, он пчемный для Рособорнадзора, МОНа, приказ о порядке организации учебного процесса, это пресловутый приказ 1367, есть. Ни один вуз, ну, по крайней мере, наш вуз, не пойдет на то, чтобы что-то просто так, механически там перезачитывать, там, за тысячу рублей, или за две тысячи, или за три. Цена этому приостановление аккредитации и далее приостановление лицензии. Второй момент, который я хотел бы обратить внимание, о чем вы здесь говорили, о сетевом взаимодействии вуза. Я вот здесь просто на компьютере сижу и вытащил фразу, значит, из ответа зам начальника управления Рособорнадзора, когда мы подали документы на, значит, лицензирование, привлекая... Так, сейчас здесь, как здесь, так, кому, кому, всем, всем, не вижу, всем, кому, сейчас иконы коллеги. Чуть-чуть, не работает. Так, только вот Юрий Николаевич у меня последний выскакивает. Ну, не знаю, Юрий Николаевич, я, наверное, вам отправлял, а вы, так сказать, ставьте, может, всем, я не могу тут же разобраться и так далее. Значит, здесь, значит, мы подали документы на лицензирование, где привлекли в качестве учебного курса, великолепного учебного курса, одной компанией, которая занимается IT, этот курс был по направлению бакалавриата информатико-влечительной техники. Ответ, эта фирма должна иметь одноименную лицензию. Одноименную лицензию, первое. Второе. Если это будет фирма иметь или вуз иметь одноименную лицензию по направлению бакалавриата информатико-влечительная техника, то вы, используя, утвердя эту программу, внеся в учебный план, там, внеся изменения в ППС и так далее, вы должны дать информацию в Рособорнадзор о том, что этот курс закрывается каким-то учебным курсом другого вуза, с тем, чтобы иметь возможность вас контролировать с позиции качества образования, тем более, если этот курс касается федеральных компонентов. То есть, здесь вопросов при создании государственной информационной системы очень само по себе много. И то, что вы делаете, пусть там и 8 пока участников, возможно, будет больше, это только достойно уважения. Вместе с тем, я бы хотел сказать, ну, буквально, не особо, так сказать, педалируя на этом вопросе. Ну, вот у нас небольшой так вуз Московский технологический институт, 35 тысяч обучаемых. 35 тысяч обучаемых. Значит, если собрать все курсы, которые сейчас сделаны по 7 направлениям бакалавриата, 1100 учебных курсов. Туда вложено, по нашей оценке, ну, порядка где-то 350-400 миллионов рублей. Значит, твоя видеостудия. Значит, около сотни, плюс-минус сотни под iOS и под Android находятся, конечно, на iTunes, но не в русскоязычном сегменте, а в американском, поскольку Apple до сих пор не пускает контент iBook на территорию России. И в этом плане мы своим студентам предлагаем, у нас где-то порядка 20 тысяч часов, только видео, 20 тысяч часов видео. И мы, так сказать, компонуем, убираем, так сказать, что-то, добавляем, постоянно идет реконструкция. Затрачены огромные деньги. У меня возникает вопрос, как руководителю этого вуза, значит, ну, давайте 5 миллионов, это, в принципе, для нормального вуза, это не деньги. У нас оборот, ну, сами, если вы посчитаете, 35 тысяч студентов, это более полутора миллиарда в год. Вот, 5 миллионов они ничего не решают. Мы, конечно, это дело заплатим. Каким образом? Где форматы, где требования по вхождению ассоциированным членам платформы, не ассоциированным, но мы также хотели бы использовать общенациональную платформу, как геомаркетинговые средства. Мы другое пока не рассчитываем. Пусть клиент ознакомится с нашим контентом, вот, если он почувствует, что задел технологический, содержательный, так сказать, интеллектуальный, есть, он, конечно, возможно, с какой-то вероятностью придет к нам учиться и по серьезным программам. Ну, серьезные программы, я так просто сказал, но если бы вот общенациональная платформа сделала упор только на федеральные компоненты, то тогда возникает, что больше половины, ну, или плюс-минус 50%, это дисциплины, которые устанавливаются вузом. И вот на эти дисциплины, мы, конечно, наших клиентов хотели бы ждать через анонсирование наших программ, через национальную платформу открытого образования. Мы бы были, так сказать, только бы этому раду. Где правила игры? Вы установите правила игры. Поскольку, если брать национальный проект, который опубликован, там, конечно, так сказать, в первых рядах идет министерство, потом идут образовательные учреждения, да, потом ИРИИ, потом НПО. Вот образовательные учреждения, это кто? Те, кто входят в это НПО, НПП, Национальная платформа открытого образования, либо это будут некие участники, которые через конкурсы, тендеры, там, не знаю, могут, значит, принимать участие в конкурсных процедурах, либо это все будет через НПО. Прочитав этот проект национальный, я так понял, что ключевым игроком является НПО, вот, который будет, так сказать, устанавливать свои правила игры. Вот, и ваше выступление, оно мне, так сказать, не дало пока какую-то информацию, связанную вот именно с этим. Еще меня смутило то, что вы отводите порядка пяти лет на апробацию работы платформы по отработке, значит, всех этих механизмов. Мир так быстро развивается, образование тем более, то, что вы планируете пять лет, так сказать, там, до 18-го, потом, до 25-го года эти миллиарды осваивать, но я могу вас только поздравить. Я вас поздравляю искренне от самого себя и пожелать вам, конечно, успехов. Значит, здесь, вот, я на этом заканчиваю, так сказать, если надо, могу продолжить. Вот то, что и у вас, коллега, сквозит вот такой государственный, но я бы поставил в кавычках, поскольку для высшего профессионального образования это зло. Вот, вы здесь сказали, я здесь писал, иначе мы не сможем, подчеркиваю, диктую крупными, большим шрифтом, контролировать, иначе мы не сможем контролировать. Вот вы сказали, я дословно записал, а кто вы? Кто вы такие, чтобы контролировать качество образования? Кто вы? Вот, на Западе здесь абсолютно понятные критерии и рейтинги образовательных учреждений, включая образовательные курсы. Это, какую зарплату он в течение годовой получает после получения диплома, размер годовой зарплаты, вот, и в течение какого срока после окончания вуза он находит работу. Все, других критериев нету. Не в Гарварде, не в Оксфорде и так далее. И в этом плане вы здесь ставите себя в типичном нашем, так сказать, скоро 100 лет, в следующем году будем праздновать, так сказать, да, ставите себе опять такую позу контролера. Вот контролерство, контролирование, да, вот я могу согласиться только лишь с общим образованием. Это часть культуры, часть социума, общее образование. Школьные стандарты. Вот должно быть единое образовательное пространство. Что касается профессионального образования, это форма согласия договора между вузом и работодателями, ассоциациями работодателями. Они на них работают, а не на вас, не на платформу, не на эту государственную информационную систему. И вот пока не будет изменена парадигма образования, профессионального, я подчеркиваю, образования, мы там же будем находиться, где мы и находимся. Вот. Так, 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 так. Вот и еще такой вопрос. Финансовый. Я, как кандидат экономических наук, так сказать, так, примерно все считаю, и всегда и быстро считаю. С отличием закончил бухгалтерский учет. И могу сказать, что любой тот прожект, который идет, тот всегда, надо смотреть, где деньги и где, так сказать, профит. И вы недаром говорили, так сказать, об окупаемости этого проекта. Вы что, хотите его купить на тысячу рублях? Ну, здесь уже кто-то посчитал, если там умножить все курсы, которые планируются на тысячу рублей, ну, где-то 5 миллиардов в год, так сказать, капает само по себе. А вот, в принципе, это можно, так сказать, да, ограничивать круг участников, там, восьми вузами, так сказать, 5 миллиардов, так сказать, собирают. Но они не закроют весь шлейф направлений, так сказать, да. А с другой стороны, возникает ситуация, а вот если вуз хочет войти, желает войти, так сказать, в НПО, то он бы должен заплатить 5 миллионов рублей на содержание, там, трафика, там, не знаю, там, серверов, там, вот эти контролеров, там, прокторов, гемблов, там и так далее. Но если будет 8 человек, то это, наверное, 5 миллионов рублей, 8 членов ассоциации. А если будет 80, да, то, наверное, уже, так сказать, 500, там, возможно, там, тысячи и так далее. А если будет 800 вузов, по крайней мере, возьмите, так сказать, отрежьте по любому мониторингу, то тогда возникает, что, в принципе, там, вообще, так сказать, совсем небольшие деньги. Но будет конкурентная среда. И на последнее, о чем я хотел бы сказать, вы, вот, ответили на мой вопрос, как-то, значит, ну, меня не удовлетворил ответ на один вопрос, касаемый изъятия вузов. В случае, если подтвердится, что он не пользуется популярностью, либо, так сказать, по каким-то канонам корпоративным, он не является качественным. Изымать, не изымать. Нет, типа, вы сказали, мы не будем его изымать, поскольку ведь надо поддерживать, и, возможно, он вошел в какие-то образовательные программы. Но это тогда, вообще, так сказать, тоже предел, значит, развития, предел конкурентной среды сам по себе. Тот, почему, вот, допустим, на Западе приглашают преподавателей, если на его курс в течение, там, года никто не записался, а это в контракте написано с этим преподавателем, ему пожимают руку, ему заплатили за этот год, но он никому не оказался интересен для получения кредитов, да, ну и привет пламенный, так сказать, да, будут искать другого более. Так и с курсами происходит, так и с курсами. И существуют мощные, так сказать, вот такие конгломерации по курсам. Вот еще в свое время Тихомиров Ларин Павлович, когда привозил в начале 90-х годов информацию по развитию ДО, он приводил пример профессора британского открытого университета, профессора, ну, фамилия, гусарская баллада, как этого гусара звали-то, вот, длинного, так сказать, основного, с которым поженилась, так сказать, гусарская баллада, помните фильм, да, ну как же, поручик Жевский. О, значит, профессор Жевский, можете проверить по интернету, погуглите, профессор Жевский, он в Англии, в своем, так сказать, загородном поместье вел курс один, у него 300 было тьютеров, интерпретаторов по всему миру, по всему миру, один курс. Эти 300 интерпретаторов ему давали информацию, где улучшить, какие контрольные задания, какие вопросы, так сказать, да, и он делал версии 1, версия 2, версия 3, версия 50, да, это был супер курс, который, вообще, не знаю, так сказать, он мог лечь в основу, допустим, целой фирмы, но он был британскому открытому, но целой фирме по продаже. Его спрашивают, а что ты не можешь свою фирму сделать, а мне не надо, мне нужен рынок. Вот я работаю через британский открытый университет, у меня 300, это виртуальная кафедра, 300 преподавателей, которые ведут мой курс. И я заинтересован, чтобы он остался в учебном плане британского открытого университета, я днями и ночами работаю, чтобы его улучшить, усилить и так далее. Где здесь ваши пресловутые критерии качества? Вот качество, рынок, удержать этот учебный курс в учебном плане, и его позиционировать, как самый лучший среди остальных. Вот система, государственная информационная система, не даст такого эффекта, который даже по этим каким-то небольшим моим примерам или суждениям, совсем говорят об ином, ну да, сказать, противоположно. Спасибо. Спасибо, Василий Иванович. Я не возьмусь ответить на все заданные вопросы, просто поскольку не все, наверное, запомнил. Я несколько таких ключевых комментариев постараюсь дать, которые связаны, наверное, с трактовкой понимания проекта, который мы предлагаем сейчас, ключевых вещей. Я понимаю, что во многом проект сегодня ассоциируется просто с деятельностью или расширением деятельности ассоциации национальной платформы открытого образования. На самом деле мы предлагаем несколько иное. Мы предлагаем рассмотреть варианты того, как масштабировать не одну платформу, а как сделать по подобию этой платформы множество платформ, которые будут работать с разными участниками рынка, которые будут в разных моделях поддерживаться, но при этом будут все предлагать форматы курсов, интегрируемые в систему высшего образования. Не только высшего, а в том числе, например, среднего профессионального образования. И вот та государственная часть, обратите внимание, я не знаю, сейчас можно ли вернуться к презентации, но если можно, я ее переключу, для тех, кто по ссылке будет, по крайней мере, она точно будет доступна. Особенность-то в том, что сервисы государственные, они не задействованы напрямую в учебном процессе, и они, в общем-то, никак не ограничивают игроков рынка и платформы в организации прямого взаимодействия платформы образовательной организации. Они лишь помогают сделать так, чтобы те платформы, которые выберут путь интеграции через государственную систему, они сделали это проще, быстрее и без дополнительных затрат. Почему мы об этом говорим? Потому что наш опыт работы сейчас в рамках эндплога приводит к чему? Очень большие затраты возникают на этапе попытки интеграции курса, открытого курса одного университета в образовательную программу другого. И это отчасти затраты чисто технологические, чисто организационные, чисто связанные с самими средами обучения. Их нужно сокращать, для того, чтобы их сократить, нужна идея одного окна. Возможно, вообще это одно окно, принцип одного окна можно сделать тоже на разных площадках. То есть у нас будет несколько площадок, которые занимают эту центральную промежуточную часть. Но с точки зрения обучающегося, с точки зрения сохранности результатов обучения, полученных на разных платформах, если платформ много, то никто не гарантирует, что одна из них может в какой-то момент исчезнуть. Чтобы получающийся не терял свои результаты, мы предполагаем использование государственных сервисов, которые гарантируют сохранность цифрового портфолио и его использование на протяжении всей жизни человека. Вот это вот такая сложная для понимания конструкция, но я прошу всех отнестись к ней внимательно и понять идею, которую мы сюда закладываем. Она нетрадиционна для существующих подходов к организации онлайн-отучения, к которым мы все с вами привыкли. Еще один важный аспект связан с нормативной базой. Мы действительно сейчас выстроили те схемы, которые позволяют нам работать в какой-то степени в неких упрощенных условиях, когда у ВУЗа уже есть образовательная программа, она лицензирована и обеспечена всеми необходимыми методическими материалами и так далее. И действительно мы рассматриваем варианты перезачета, варианты сетевого взаимодействия, когда у обеих организаций уже есть набор необходимых документов, которые позволяют им выполнять лицензионные аккредитационные условия. Если мы рассматриваем кейсы, когда мы собираем программу с нуля, когда нам предстоит ее лицензирование и аккредитация, и мы хотим сэкономить ресурсы университета на разработке этих методических документов, то нам потребуется учет сетевого взаимодействия в формате онлайн-обучения в тех методиках нормативных документах, которые использует Рособнернодзор при соответствующих проверках. Сейчас мы буквально вчера договорились о том, что будет создана в рамках проекта, вот этого национального проекта, некая группа экспертов, я приглашаю всех, кто заинтересован в нее войти, для того, чтобы сформулировать существующие проблемы, сформулировать существующие предложения по совершенствованию как минимум методических рекомендаций Рособнернодзора в части проведения лицензионных и аккредитационных процедур, как максимум, соответственно, предложения по изменению нормативной базы. При этом обращу внимание, что мы сейчас действуем в рамках проекта в двух условиях изменения двух нормативных актов, даже не двух, а больше. Первое, соответственно, мы действуем в условиях, когда предполагается ближайшее будущее, переход на ВГОС++, что исключит фактически перечисление конкретных профессиональных компетенций во ВГОСах и заменит их ссылкой на профессиональные стандарты, а это существенно меняет всю ситуацию, связанную с обеспечением обязательной составляющей в образовательных программах высшего образования. И это достаточно существенные условия, которые влияют на структуру, на подходы к выбору тех онлайн-курсов, которые будут разрабатываться. Если в качестве предвосхищения будущего развития этой области, то мне кажется, что действительно произойдет что? Пройдет интеграция процессов формирования требований к результатам обучения с процессами взаимодействия с работодателями. И тогда, соответственно, этот баланс обязательной составляющей и той компоненты, которая формируется в соответствии с требованиями конкретных работодателей, он существенно изменится. Но это пока рано об этом говорить. Нам нужно дождаться решения о том, каков будет дизайн в ГОС++, и будет ли он вообще. А второй момент связан с обновлением порядка 1367. Наверное, многие из вас видели, что был выставлен новый проект на общественное обсуждение. Там много чего изменилось. Там сняты требования к структуре образовательной программы. Там изменились пункты, связанные с перезачетом. И много еще чего. Мы ориентируемся на то, что эти документы, во-первых, сейчас уже изменятся в ближайшем будущем. И будет меняться по ходу реализации нашего проекта тоже еще, наверное, один или два раза. В этом смысле для нас, наверное, вот этот статус национального проекта открывает дорогу к изменению как минимум нормативных актов. И здесь важно выйти на правильные общие схемы, которые позволят развиваться в онлайн-обучении, а потом уже понимать, как должны под эти схемы меняться нормативные акты. Поскольку все-таки реализатором проекта является Миноборнауки, а ответственность на Миноборнауки за достижение всех показателей, то мы уверены в том, что эти схемы будут влиять на будущее изменение в нормативных актах. И это важный аспект. Куда обращаться? Пока, поскольку нет формального статуса рабочих групп, предложение по участию в обсуждениях разных аспектов, в том числе нормативных аспектов, я предлагаю направлять мне, а я буду соответствующим ОБЭЗом. пытаться легализовать эту деятельность в рамках Миноборнауки, либо в каких-то других формах взаимодействия. Но в любом случае мы можем с вами обсуждать эти вопросы здесь открыто, не только в формате общего ознакомления с проектом, но и совершенно конкретных вещей. Пожалуй, все, что я успел запомнить. Объясняюсь сразу, что, наверное, это не все, но многие вопросы мы можем пообсуждать дополнительно. Что касается национальной платформы открытого образования, правила мы опубликуем. Еще раз, мы обещали их сделать до Нового года, и мы это сделаем. Вопрос в другом. Вопрос, действительно ли университетам нужно будет так стремиться входить именно в эту платформу, либо они могут посмотреть, каковы перспективы создания каких-то других ассоциаций или других платформ. Это тоже теперь предполагается, что будет возможно и перспективно. С точки зрения выхода курсов, еще раз я повторюсь свое мнение, нас, поскольку никто не финансирует поддержание и создание курса, для университета это совершенно естественный процесс, когда в случае, если курс не востребован, он не приносит никакого дохода и не работает на имидж университета, то эти курсы университет будет снимать. Особенно, если будут появляться конкурирующие курсы других университетов. Но вот этот процесс снятия курса, он не открывает какие-то новые возможности другим университетам. Нам нужно создать такую среду совместными усилиями, когда конкуренция курсов будет основной движущей силой и общественная оценка, профессиональная оценка, оценка в том числе даже со стороны работодателей, с чем я полностью согласен, она будет влиять на то, какой именно курс станет по той или иной дисциплине, по той или иной предметной области наиболее востребованным, а как следствие уже какой курс там будет, как бы, уйдет в прошлое с той или иной платформы. Вот в этом основной механизм здесь, который мне видится наиболее правильно. коллеги, еще вопросы, суждения, они крайне нам ценны, поэтому буду рад. Но, еще раз про федеральный компонент. А что такое федеральный компонент в условиях в гос++? Вот если кто-то ответит мне на этот вопрос, мы будем разрабатывать только федеральный компонент. Сейчас у нас правила ассоциации, правила игры внутри ассоциации следующие. Университет обязан разрабатывать минимум 10 курсов под федеральную компоненту образовательных программ. Это условие выдвигается в сторону университетов. Дальше, после 10 курсов, они могут делать любые курсы, в том числе вариативные, в том числе для магистратуры, в том числе, соответственно, просто какие-то, которые считают нужными. Мы их в этом не ограничиваем. Но каждый университет, который входит в ассоциацию, он обязан 10 курсов для базовой части бакалавриата создать. А вот что понимать под базовой частью? Сегодня это те курсы, которые работают на формирование компетенций, указанных во вгосп по соответствующим направлениям подготовки. Более детальных требований к этим курсам у нас нет. Поэтому вузы самостоятельно определяют тот перечень компетенций, который может быть закрыт на формировании которых может работать один курс и соответственно формирует содержание. Единственным требованием вуза является тот факт, что именно в таком формате этот курс должен использоваться в их университете в рамках их образовательных программ. Иногда, правда, приходится уже по желаниям вузов-партнеров делать курс более сложным или более простым, вводить вариативную часть или еще что-то. Но это непростой достаточно многоитерационный процесс, который ведут каждый университет по адаптации их курсов под потребности разных образований. Уважаемые коллеги, на все вопросы Василий Сергеевич ответил так, как смог, и, наверное, многие остались довольны. Но я хочу отметить, что сегодня состоялось событие, которого никогда не было. Появился новый участник образовательного процесса, это профессиональное сообщество, с которым разговаривают. Есть обучаемые, есть родители, работодатели, есть чиновники, органы контроля и так далее. И, наконец-то, стала появляться еще одна сторона. Да, это профессиональное сообщество. Да, может быть, мы еще не совершены, может быть, у нас есть какие-то организационные вопросы по нашей деятельности, как профсообщество. Но благодаря нашему сегодняшнему примеру мы фиксируем, что такое взаимодействие есть. И, возвращаясь к вопросу качества, вот Василий Иванович говорил, Василий Сергеевич, стандарты и требования качества, те же quality matters, я скажу кратко, разрабатываются в мире не чиновниками, не государством. Они разрабатываются профсообществом, а государство их учитывает. Мы этот вопрос почему-то упускаем. Да, у нас в России особая ситуация. Страна очень большая. Управлять такой территорией это не Дания и не Швеция и даже не Канада. Естественно, единообразные какие-то государственные системы контроля нужны. Другое дело, моя точка зрения, эта система контроля и управления качеством должна опираться на те понимания, которые наработаны в мировой практике и понимаются профессиональным сообществом, которое заинтересовано. Мы не ректорство, не какие-то еще другие, мы особая прослойка профессионалов, которые чаще независимы от кого-то, имеем больше опыта в чем-то и мы хотим, чтобы нас и наш голос слышали, мы хотим в этом участвовать и хотим это делать не только в Москве, но и удаленно. Спасибо, Василий Сергеевич, что вы слышите нас. Я очень рад. И все коллеги, наверное, тоже рады. Вот мы видим слова благодарности. Мы понимаем, что вы в Омске сегодня провели целый день еще другой работы с Сергеем Кимкиным, да, Сергей Ривович? Вот, что вы устали. И это надо тоже назвать. Вот даже в Сочи уже темно-то. Поэтому давайте всех нас, всех нас поблагодарим друг друга. Надеюсь, что эта встреча будет не последняя. Не знаю, когда она состоится. Я еще раз говорю, еще раз говорю, прощаемся, встречи, кто-то хочет. Не забывайте, Львович, тяните микрофон. Сожалуйста, у меня все. У меня все. Ага, спасибо. Спасибо, что учли, что в Омске уже 21.00, и мы работаем непрерывно 12 часов. Причем не только они с Тимкиным работают, но и там, в общем, и с другими личностями. Особенно с преподавателями наших вузов. Очень момент важный был. Спасибо большое. Меня благодарны Сергею Лениновичу за предоставленную площадку, профессионально оборудованную и позволяющую полноценно общаться со всеми, кто сегодня нас посетил на этой замечательной встрече. Ну, а Юрию Николаевичу большое спасибо за организацию. Я очень надеюсь, что у профсообщества будет и желание общаться, и конструктивная критика, и предложения. Если есть необходимость какие-то другие площадки использовать, которые позволят нам работать асинхронно, я тоже буду рад. Я думаю, что эти предложения будут со стороны профи.д.о. и мы, может быть, со временем только что-то предложим в рамках проекта для обсуждений, но в любых форматах это обсуждение нам принципиально важно. Нам в данном случае, это мне лично, потому что я в какой-то степени могу влиять на ход этого проекта, а пока, по крайней мере, это так происходит. И мне, конечно, важно, чтобы поддержка была со стороны профессионального сообщества и конструктивный вклад вносил каждый желающий. Спасибо всем. Спасибо, что напомнили про асинхронную неделю с актуальным проектом. Это уже будет и то. Дорогие корреки, мы прошли. Всех благ. До свидания. Омск, мы с вами. Спасибо, Омск.